И всем привет, ребят! С вами Старваник, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен информации по окончанию гонки вооружений, плюс открытию ультраконтойнеров за эти миссии. Фактически, можно так считать, что ивент у нас закончился, хоть и у нас еще ближе к концу, я так понимаю, этой недели или та же, чуть позже, будет супер-мега-крутой ивент игроков против разработчиков, но гонка вооружений окончена, миссии пройдены, и я могу подвести определенный итог данного ивента, рассказать вам свои мысли по поводу него. Все ребята, которые заходили на стримы на протяжении выходных дней, да, и в пятницу включительно, видели, да, может кто-то даже видеоролик смотрел, где я тоже катал и обозревал гоночку вооружений, ну и все это дело мы можем вместе с вами обсудить, решить, и возможно даже вы выскажите свою позицию в комментариях под данный видос, когда у вас уже прошел определенный период времени, вы уже можете высказать свою точку зрения и позицию по поводу этого специального режима. Я давайте, наверное, запикаюсь в бой, возьму, ну, наверное, какой-нибудь викинга, рикошет, чтобы особо сильно не концентрироваться на игре, а больше высказывать свои мысли. Что касаемо ивента самого в целом, да, то есть добавили супермиссии, сделали скидки, добавили всякие спецпаки и все прочее, то есть как бы, ну, с одной стороны, дефолтная вся тема, ничего, в принципе, сверху удивительного не было. Супермиссии более усложненные, как думают, наверное, многие, да, по моему мнению, они были довольно-таки простыми, ну, и за все это дело можно было заформить целых 10 ультраконтейнеров, что является очень хорошим показателем, ну, и цифры соответственно, да. Я играл, ну, наверное, больше на чиле, да, то есть без какого-то дополнительного пота. Мне очень понравился новый режим гонки вооружений, я записывал до выхода этого режима, и потом еще, когда вышел режим, тоже обзорчики, да, то есть высказывал свою точку зрения по поводу того, как я изначально видел этот режим, потом, как я уже скатал, когда я удивился вот этой вот замечательной новой пушке, что касаемо пушки, могу сразу сказать, что прикольная тема, прикольная тема, да, не скажу, что это прям что-то сверх-сверх жесткое, но я, честно, не был вообще готов увидеть эту новую пушку в таком режиме, да, то есть ее на тестовом сервере, я так понимаю, никто не выкатывал, потому что этой инфы ни у кого не было, и тут бац, и у нас выкатили новую такую вот пушечку, как последняя пушка в специальном режиме, да, при том, что этот специальный режим был как бы новый, и могло вылезти большое количество всяких недочетов, ошибок и прочей ерунды. Что касаемо ошибок и проблем, я, ну, не заходил прям с самого рестарта, да, ребята все-таки говорили, что вроде как все было нормально, да, поэтому доверимся им. Ивент прошел удачно, удачно, можно сказать, да, то есть я прогнозировал ошибки, баги, лаги, может быть еще какие-то дополнительные проблемы, но, к счастью, разработчики постарались сделать грамотный специальный режим, отлично, скорее всего, понимают, что уже не такая большая аудитория у проекта, да, средний онлайн уже колеблется где-то около 8000, я, к слову, не смотрел. Что касаемо онлайна у нас в игре было на этих выходных, можно будет даже ближе к этому видосу эту информацию прочекать после этого боя, да, до открытия ультраконтейнеров. Но по ощущениям, мне кажется, что цифры должны были быть больше, да, но я не знаю, да, то есть будем считать, что у нас восьмерочка, стабильная восьмерочка есть, да, и здесь ошибаться уже нельзя, да, то есть цифры могут быть меньше, а когда цифра будет меньше, ну, это будет просто уже очень плохо, очень плохо. Да, поэтому восьмерочка, окей, не обкекались, не допустили глупых ошибок, здесь я даже могу какую-то галочку поставить, да, разработчикам игры, я не ожидал этого, как я уже сказал, думал, что какие-то ошибки будут. Плюс новая пушка, в совокупности мы получили очень крутой, динамичный, немного рандомный, да, режим, все-таки очень многое зависит от респов, от удачи, да, но это ДМка, да, тут как бы не о чем говорить, это ДМ, и в ДМке это нормально, когда есть где-то часть рандома, где-то чилы за счет хороших респов делают дополнительные киллы, где-то там что-то зависит даже не от тебя, а от подсоса, да, дополнительного, но бывают и тайминги решают, да, то есть как бы в совокупности можно сказать, что везет сильнейшим, да, то есть если тебе везет, значит ты при этом еще и круто играешь, но если ты еще при этом всем стабильно занимаешь, например, первое место, ну, значит, судьба и удача на твоей стороне, но при этом ты еще и очень классно умеешь нагибулить в этом режиме, поэтому я могу сказать, что у меня получалось довольно-таки неплохо, да, но сразу скажу, что долгое время без перерыва, то есть вот знаете, как вы играете матчмейкинг и пикаете там катка, следующее, 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 то в этом режиме так не получится без перерыва долго играть, но по крайней мере для меня было тяжело на высоком уровне, на большие киллы, да, то есть на первые места было довольно-таки тяжело играть, да, то есть скатал боя 3-4 и все, уже чувствуется такая усталость, где-то еще если там не получается идеально, то появляются какие-то дополнительные нервы, бомбежка, и ты уже понимаешь, что ты не выдаешь тот максимум, который ты можешь выдавать в этом режиме, соответственно тебе нужен перерыв, либо просто поиграть в другие режимы в матчмейкинге, чуть-чуть отдохнуть, потом можно вернуться, да, и в принципе, если это комбинировать, то получается неплохо. По фонду многие говорили, что якобы мало, да, за 15 минут-20 минут получать по 6,5-7 тысяч, но я особо сильно не акцентировал свое внимание на кристаллах и заработке, но могу сказать, что даже для тех ребят, у которых нет гаражей, у которых нету расходки, это шикарнейший режим, просто шикарнейший режим, и по идее, по механике, по всему, что сделали разработчики, это, наверное, лучший специальный режим, который когда-либо был в игре. Если до этого, по моему мнению, сначала была воспосмока, потом была воспожига, то сейчас я скажу, что вот эта вот гоночка вооружений, которую разработчики у нас преподнесли не в столь благоприятное, наверное, время для повышенного онлайна, все-таки у нас лето, да, многие отдыхают и не играют у нас ни в какие игры, все-таки я думаю, что осенью онлайн должен быть больше, и ближе к зиме там, может, какие-то опять десяточки мы увидим вместе с вами, по крайней мере, я надеюсь на это, но даже при плохих онлайнных показателях выкатили очень годный интересный режим, но я думаю, что его нужно дорабатывать, и есть что дорабатывать, есть что дополнительно придумывать, из обычного специального режима, как по мне, можно сделать турнир, турнирную демочку, да, вы помните, когда у нас были дем-турниры в танках, где надо было регистрироваться, как бы платить кристаллы, и в совокупности вы участвовали в дем-турнире, и там уже в бою был повышенный фонд изначально, да, то есть изначально уже была какая-то сумма, плюс сам фонд тоже рос побыстрее, то есть у вас была возможность реально не кисло подзаработать. Даже на таком уровне, на уровне обычного дем-турнира, можно реализовать вот эту вот специальную, ну, режим специальный, да. И можно даже, как по мне, зайти дальше, сделать не просто гонку вооружений в виде турнира дем, да, как у нас есть режим, который уже вывели на основные сервера. А можно зайти дальше и, возможно, сделать что-то с какими-то реальными призами. Я не говорю сразу о деньгах, здесь могут быть какие-нибудь и другие просто приколдесы, если мне не изменяет память, что сейчас есть все-таки какие-то партнеры у проекта, и можно было бы какие-нибудь девайсы или еще что-то выкатить. Ну, даже какие-то банально кружки, там, брелки с логотипами игры, там, майки, кепки и еще что-то такое, да. То есть это все можно сделать при желании, и нет в этом никаких сложностей. И я думаю, что вот такие бы моменты очень сильно бы бустанули онлайн, и привлекли, возможно, даже ту аудиторию, которая сейчас уже не так играет, может, редко заходит, либо вообще не заходит в игру, и, может быть, даже привлекла бы новую аудиторию в эту игру. Потому что есть реально очень крутой режим, да, и если бы я был бы разработчиком игры, то я бы довел бы это все дело до ума, 100%. Есть все для того, чтобы сделать из обычного спецрежима реально турнирную тему, которая будет интересна очень большому количеству игроков. Исходя из того, сколько боев было сыграно на выходных в этом специальном режиме, ну, я могу сказать, что может быть даже больше, чем на воспожиге было. В матчмейкинге, в обычном, игроков не находилось большое количество по сравнению с тем количеством, сколько было у нас в специальном режиме. Поэтому есть повод задуматься разработчикам определенно по этому поводу. И я бы на их месте точно бы развел бы эту всю тему дальше. Ну, а вы можете написать, что вы думаете по этому поводу, да, в комментариях к видосу. Я сейчас быстро зайду на танки рейтинг, чтобы посмотреть онлайн. Я на экран не буду выводить, но просто вам скажу цифры, которые у нас были на выходных днях. У нас по цифрам было вчера 8600, в субботу 8300 и в пятницу 8600. То есть онлайн из восьмерочки, даже здесь в четверг было 7500, а уже онлайн еще меньше упал. До 7700, ужас, ужас онлайн падает. Ну, то есть бустанулся онлайн на какую-то тысячу дополнительную. То есть уже есть какой-то хоть прирост летом, ну, я думаю, что уже ближе к концу и к началу осени потихонечку онлайн должен возвращаться в игру, потому что, ну, по сути, ничего такого не происходит, да. То есть понятное дело, что я там очень сильно критикую за счет челленджей и однообразности, но когда выходят положительные вещи, все-таки нужно на них тоже акцентировать свое внимание. Ладно, теперь откроем контейнеры. Обычные открывать не буду. Откроем десятку ультраконтейнеров, которые у меня полноценно накопились, накопились, появились за особые миссии. Много чего есть здесь выбить. Из фиолетовых всего лишь осталось 8 устройств. Золотого очень много. Ну и из красного броненосец, Теслочка, Кризис, да. От всего бы этого я бы не отказался. Ну, главное, чтобы мне не какая-то шляпа упала. Ну, вообще, хотя бы что-то бы упало, я был бы уже бы рад. По единичке или по пятерочке? Может попробовать пятерочку? Никогда, ну ладно, никогда, давно не открывал по пяти. Давайте раз есть 10, откроем два раза по пять. Может быть, что-нибудь упадет. Ну, если не упадет, то не упадет, в принципе. Я особо сильно не расстроюсь. Да, два по десять. Ну и еще одну пятерочку. Три пятьсот. Три пятьсот. Тристаллы. О, фиолет. Неплохо. Васпик, иммунитет. И еще один фиолет. Круто. Мамонт, иммунитет от пробития. Не того, не того, я так понимаю, у нас в челленджах нету или есть. Васпик от Эмми. Смока. Я вот очень сильно буду думать, стоит ли приобретать мне этот челлендж. Потому что здесь у меня только аресика нету, да. Но два устройства фиолетовым. Это очень неплохо, да. Это хороший дополнительный буст для моих, возможно, кратчайших, быстрых выбиваний, выбиваний всех предметов, да. Из ультраконтейнеров, конечно, еще много чего выбивать есть. А с обычных здесь минус 2 уже остается в фиолетике 4, да, полноценно. Достойно, достойно. Очень круто. Поэтому, друзья, как-то так. Если вам понравился видос, обязательно не забывайте поддерживать его лайком, подписываться на канал, если еще вдруг не подписан, нажимать на колокольчик, дабы ничего не пропускать, если вот такая вот разговорная, может быть, да, часть видосов вам нравится. Поддержите. Ну и, как я уже сказал ранее, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого режима. Согласны ли вы со мной? Не согласны. Ну и можете еще дополнительно писать дропнулось что-нибудь с этих ультраконтейнеров. Все-таки, ну, десятка, видите, мне два устройства упало. Неплохо. У меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok